здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор а этот разбор я не поставила на голосование потому что а невзирая на то что это интервью вышло уже две недели назад и успела порасти мхом и когда я его начала смотреть я поняла что разбор обязательно надо делать делать для того чтобы девчонок уберечь для того чтобы показать 10 и более признаков инфантильного мальчика в теле 42-летнего мужчины ну что давайте не будем затягивать до единственная поправочка что я уже эту парочку ну вот если вы не в теме то это бывший муж ксении бородиной курбан омаров я его уже разбирала у себя на канале также как и ксению недавно разбирала и все ссылочки на эти разборы будут под видео и надеюсь что я во время видео поставлю там напоминал очки да вот чтобы вы могли пройти и посмотреть когда уже сформируется это видео но давайте смотреть первый фрагмент и так 10 признаков и более даже и более инфантильного мальчика и начнем с первого признака вы развелись да кто был инициатором давай так невозможно сказать что кто-то один виноват вот здесь кстати сразу пошла манипуляция а сначала пауза он подумал что сказать и пошел забалтывать забалтывать а есть очень много способов забалтывания если вам интересно у меня есть даже мини курс по манипуляциям речевым вы на под видео это все найдете так вот он как бы знаете такой демонстрации демонстрирует свою лояльность философские взгляды но на самом деле он просто размазывает перед нами всю правду потому что у него есть для этого ну есть цель да есть цель нас заболтать увести нас от правды потому что правда будет играть против его репутации отношениях да я все-таки считаю что в отношениях виноваты оба не бывает так там я сегодня хороший для человека а потом вдруг я стал резко плохим или наоборот человек бога мне хорошим стал риск плохим такого не может быть ну что-то значит происходило методично это уже не один не за один день а вот он теперь такой все это методично происходило я думаю что инициаторы развода инициаторы развода То, что мы просто не смогли вместе. Но того самого решения разорвать брак официально, кто подал на развод? Наверное, она, потому что я этим не занимался. Ну, видите, все само получилось. Вот приставочка «лость», даже если она не произносится, но если она предполагается, то есть что он нам сказал? Он сказал, что он не участвовал в этом. То есть он это дал возможность Ксении все самой сделать. То есть он занял просто детскую позицию. Дети, они как раз не любят принимать решения. Они прячутся, когда видят проблемы и предпочитают, чтобы за них эти проблемы решил кто-то другой. То есть я в домике. Вот это вот и есть первая детская позиция. Ну, знаете, вот то, что он манипулировал, по сути он перед нами прикрыл, извините за мой французский, но свои отходы газеткой, да, но не учел, что это все будет вонять, понимаете. И расширил фокус, то есть размазал это все. Ну, вот примерно то же самое он и сказал. Да, и я даже не участвую в этом, потому что я ребенок, понимаете. Вот что он нам сказал. Это первый признак ребенка, то, что человек как бы, ну, все само как-то происходит. Да, ну, вроде бы сидит такой брутальный мужчина с таким низким голосом, да, вроде выглядит неплохо, но вы чувствуете, что перед нами сидит ребенок. Но идем дальше. Следующий фрагмент. Что еще отличает детей от взрослых? Это чрезмерная романтизация дружеских отношений. То есть, когда человек вырастает из детства, вместо друзей занимает уже семья, какие-то семейные ценности. Да, друзей ни в коем случае не надо забывать, но они отходят уже на второй план. А на первом плане у человека будет семья, его благополучие, потому что, ну, любой мужчина, он как бы, есть у него такая программа, да, посадить дерево, вырастить ребенка там и так далее, да, обеспечить семью. И как бы, когда человек взрослеет, он переходит на новый этап развития. Но здесь этого не произошло. И он сидит, как ребенок, сокрушается по поводу своей дружбы. Давайте смотреть. Мне наши друзья вообще говорят, то есть и по очередности ссорился с парнями. То есть с одним поссориться, с кем работал, с другими поссориться, с третьими поссориться. Ну, мы с ним продолжали общаться. И я его всегда защищал. То есть ребенок, он еще очень четко старается перед всеми показать, какой он хороший друг. И это вот для ребенка очень важно, потому что если он не будет хорошим другом, то с ним никто не будет дружить. А он должен показать, да, что с ним хорошо, что он надежный друг. И он поэтому заступается за своего друга. То есть он, ну, изо всех сил старался поддерживать этого друга. Защищал, говорил мне, это мой друг, то есть я даже не буду слушать, что вы мне про него говорите. Он нормальный парень. Для меня он нормальный, не знаю, что у вас там произошло. И так всю жизнь я его защищал то от парней, то от нее. А потом... Видите, с отвращением, с презрением. Когда уже был развод, когда мы уже не жили вместе, когда уже мне начали давать Теону, там, спустя 3 или 4 месяца. Я от нее начинаю узнавать, что вот этот вот Трофим, мой друг, приехал, потом живет, потом Маруся испекла ему торт. Через какое-то время, да, мы выяснили свои отношения, и я больше про него не говорил. А как выяснили? Да, мы подрались. Видите, а кто победил, я вам сейчас скажу, следите за его языком тела. Он проехал там, весь такой, его, видимо, натаскали, там, мужчина-то или нет, иди ответь ему там, и так далее. Он приехал и ответил мне. Кто победил? Ну, такого нет, что прям кто-то победил, им просто понравилось. Перед нами ребенок, который проиграл. Сразу вам скажу, ну, я думаю, вы видели эти выноски, он очень низко держит челюсть. Для ребенка очень важно победить. Причем ребенок, он выясняет отношения с помощью драки, потому что интеллектуально решать вопросы он не умеет. Ну и, соответственно, да, драка это очень предсказуемо для ребенка. И по тому, как он нам это показал невербально, я понимаю, что там он проигрывал в этой драке. Ну, и, в общем-то, понятно, да. Идем дальше. Следующий фрагмент. По поводу измен. Вот здесь тоже очень показательно поведение как раз ребенка. Давайте смотреть. Я уже больше года жил на третьем этаже. Мы не спали уже вместе. Практически не разговаривали. И моя жизнь уже начала менять краски. И она об этом узнала просто. Я ей говорил. Придет на твой третий этаж? Вот обратите внимание, ребенок, он боится говорить правду, когда он знает, что получит наказание. Взрослый будет решать вопрос, да, будет как-то выяснять отношения. И там было про психолога, мы к нему еще подойдем. Но все-таки ребенок, он старается максимально долго не говорить. Вот позиция ребенка, это когда человек не идет на конфликт, например, когда конфликтная ситуация, да, человек просто закрывается для того, чтобы не было потрясений. Потому что для ребенка это очень тяжело переживать эмоциональное потрясение, когда его ругают, когда его наказывают. И поэтому он старается как можно дольше эту тайну сохранить. Он ведет себя реально как ребенок, да, ну и, соответственно, избегает конфликтов. И смотрите, он даже когда рассказывает, он говорит, поменялись краски, вместо того, чтобы сказать, да, я ей изменил еще за год до того, как я от нее ушел, да, вот так бы сказал взрослый человек. Но здесь он ищет какие-то эпитеты для того, чтобы не проговаривать. То есть он всячески избегает факта разговора, всячески избегает притрагиваться к этому больному месту. Это типичное поведение ребенка. Я ожидал, что она придет, потому что я уже перестал скрывать то, что у меня другие интересы. Другие интересы, то есть поменял краски, другие интересы, ну вот все такое. Лишь бы только не называть измену изменой, потому что это будет факт, за который последует наказание. Для ребенка последует наказание. Для взрослого это будет факт, который можно обсудить и найти компромисс. Но здесь же перед нами человек, который не привык решать вопросы, а привык просто уходить в ребенка. В любой ситуации он уходит просто в ребенка и все, я ребенок. Как вот помните, это Блиновская у Ксении. Я ребенок, бла-бла-бла. Да, вот помните вот эту ситуацию. Вот так же и здесь. То же самое, только другими словами. Изменял ей? Это началось за год до нашего расставания. Ну давай так, что такое измена, можешь мне сказать? Ну и пошло забалтывание. Вот, кстати, ребенок, он хорошо осваивает язык манипуляций. Почему? Потому что он действительно боится наказаний. И вот для того, чтобы его не наказывали, ему нужно заболтать. Нужно эту ситуацию как-то разрулить. Вот он и пытается вот эту ситуацию как раз вырулить по-детски. Это когда один любящий человек идет на сторону и предает другого любящего человека. То есть два любящих человека, один из них изменяет. Такого не было. Такого не было, я тебе даже больше скажу. Мы же все люди, мужчины каменные, но у них все равно есть душа, они все равно чувствуют. Им все равно нужно тепло. Женщины то же самое. И когда нам этого дома не достает, мы идем это искать. Ну да, Ксения виновата. Вот к чему он ведет. Ну, естественно, а как у детей это происходит? Когда начинают, вот подрались дети, да, начинают выяснять, а это он, а это он, а он и это сделал, а он и это сделал. То есть вот оно поведение. Понимаете, не то, что я взрослый человек, я несу за это ответственность. Да, я здесь глупил, да, я там обдумал, был неправ. Вот так бы сказал взрослый. Но перед нами сидит ребенок, который нам рассказывает свои детские сказки. Давайте послушаем дальше его сказки по поводу, как раз так, ну, давайте следующий фрагмент, по поводу решений ребенка. Да, ребенок, естественно, он пока не принимает решения, и за него это делают взрослые. Давайте посмотрим. В этот раз я сказал, я бросать не буду, скажи теперь ты мне. И вот я год ждал, пока она мне это скажет. И вы все это время существовали все-таки в одном доме? Мы существовали в одном доме, но я существовал, потому что у меня там маленькая дочка, и я просто, ну, не мог. Я понимал, что мне... Ну, кстати, насчет этого благородства ради дочки, мы к нему еще обязательно вернемся чуть позже. А что касается вот этой позиции детской, да, он специально провоцировал ее на то, чтобы она взяла ответственность на себя. Понимаете, это вот такая и манипуляция, и детская позиция. То есть он, мало того, что сам, самому ему было страшно взять на себя ответственность, потому что, ну, как ребенок? Ребенок же не берет на себя ответственность, за него должны решать все взрослые. Поэтому вот на Ксению он возложил вот эту миссию. И всячески ее выводил на то, чтобы она взяла на себя вот эту работу, ну, грязную работу. Да, ребенок не делает грязную работу, мы за ним попу вытираем. Вот как можно больше побыть с ней. Я понимал, что это конец, я понимал, что это все, и я старался проводить время с ней, играл, каждый день ее видел. Я понимал, что вот это может быть последний день. Ну да, бедняжка. Тут, конечно, прям послушаешь и прослезишься. Но по поводу ребенка мы еще вернемся обязательно. Но, тем не менее, идем дальше. По поводу, так, 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 следующий фрагмент у нас, вот, по поводу психолога. Психолог там тоже очень показательно. Вот прям опять детская позиция. Дети не только решения возлагают на плечи того, кто взрослый, да, а они еще и хотят, чтобы, ну, естественно, за детей делают все взрослые. Это понятно, потому что, ну, как бы дети беззащитные и так далее. Давайте посмотрим. И каким был этот визит? Нажаловались оба по очереди этому психологу и вышли оттуда. Как обычно, когда парный визит, это как? Она такая, он такой, психолог такой, да, все нормально, вы выйдете из этого, и мы ушли. Это все от мамы. Вот, кстати, насчет коленей, мы еще опять к этому вернемся, но колени гладит это, ну, колени это гордыня, а здесь у нас вот эта часть, это ляжки, да, это стабильность, стабильность и гордыня. Вот этот момент, я еще к нему вернусь, там несколько фраз было, на которых он этот жест показывал. Ну, то есть, понимаете, что сидит ребенок, которому надо, чтобы за него все сделали, он пошел к психологу. Психолог должен был сделать, да, но это помогло только на неделю. Да, давайте слушать. Да, ничего такого. Вы к какому психологу ходили? Ну, я сейчас, конечно, утрирую это шутки, но да, ходили к он психологу, но если по факту, пришли, нажаловались друг на друга и ушли. Вот что такое психолог. И проблема не решилась. Вот что такое психолог, понимаете, вот он взял и обесценил сейчас работу психолога, а по сути, вот они там сходили, да, ну, давайте до конца. Ну, ты видишь, что она решилась? Ну, я имею в виду потом, после этого. На тот момент стало легче, да, на недельку, может, я не знаю. Работать надо над собой, надо работать с психотерапевтом, но если вы оба этого хотите. Ну, да, да, разложил ответственность по разным плечам, да. Да, психолог дал облегчение только на недельку, да, а дальше работать, работать я не люблю. А дальше надо, чтобы она хотела, да, я-то тут при чем вообще? Я тут вообще мимо проходил, да, это она должна была захотеть. А почему это я должен работать? Это не моя работа, да, ну, вот так вот, такая вот детская позиция, то есть все мне должны что-то делать, а я ничего не должен делать. Вот, вот, вот дальше идем. То есть разложил. Вот дети, они очень грамотно умеют раскладывать ответственность по разным плечам, ну, потому что они, ну, потому что дети это прекрасные манипуляторы, должна вам сказать, как мать четверых детей. И, ну, ну, вот, вот, что есть, то есть, как говорится. Ну, вот я просто вижу, я вижу ребенка, я не вижу ни разу, ни в одном поступке у него мужского, ничегошеньки, просто ничего. Ну, просто оттаск. Идем дальше. Следующий фрагмент. То есть пять этих сигналов того, что перед нами ребенок, мы увидели. Теперь шестой давайте смотреть. Возможность видеться с дочерью. Что если тебе будут давать видеться с Теоной, то все нормально, ты можешь молчать, как рыба, облет, как ты написал. Да, и я попробовал делать так, но это вообще самая больная тема для меня. Ну, да. Ребенок еще и хозяин своего слова. Знаете, вот у детей, у меня сейчас Марк иногда там начинает, я что-нибудь скажу, а потом говорю так, вот по-другому делаем. Нет, первое слово дороже второго, говорит мне Марк, и он по-своему по-детски прав. Да, но это шестилетний ребенок, вот этот мелкий манипулятор, это шестилетний, и я ему пытаюсь объяснить, да. Но когда вот так разговаривает взрослый, 42-летний, это, конечно же, вызывает во мне очень много недоумения. Потому что, ну, естественно, мужчина, это тот человек, который, если он сказал, то он, ну, как бы, я не знаю, я, может быть, воспитана неправильно, но я ожидаю от мужчины, если он чего-то сказал, что-то сказал, то это значит, что он это выполнит. Но перед нами сидит, не мужчина, перед нами сидит ребенок, который слово даю, он хозяин своего слова, слово даю, захотел, мое слово забираю, да. То есть вот такая позиция у детей, да, он еще там может сказать, что первое слово дороже второго, еще что-нибудь нам придумать. Но, конечно же, это все чисто детские такие, ну, такие даже, я не знаю, назвать манипуляциями, это даже смешно. Детские какие-то игрушки, которые он перед нами демонстрирует. Да, я обещал, что я не пойду, но я передумал, меня вынудили, да, вот-вот, а я теперь, ну, это же я сказал, да, это же не важно. Да, вот примерно так. А дальше, дети еще очень любят хвастаться. У них, вот я сейчас опять параллель со своим Марком провожу, но это просто хвастливое какое-то существо. Он ходит и мне рассказывает о том, что он знает турецкий, ну, вот-вот, на самом деле он знает только два слова по-турецки, понимаете, но он уже знает весь язык. Вот то же самое я вижу сейчас вот перед собой, когда смотрю на нашего сегодняшнего героя. Давайте смотреть. Он очень удобный, я в этом плане был вообще неудобный. А что было неудобного в тебе? И вот смотрите, вот я вам обещала поглаживание колен. Смотрите, сначала гордыню погладил, а потом взял и продлил этот кайф на эту часть. Это у нас часть, отвечающая за стабильность, за какие-то запасы. И, кстати, сюда больше всего откладывается жир, девочки меня поймут. Здесь сложнее всего этот жир убирать. Ну, кроме пуза, конечно. Да, так вот, вот это вот место, отвечающее за стабильность. И смотрите, получается, что его гордыня была очень стабильна на тот момент. Да, и вот когда он об этом говорит, что он был неудобен, ему это так нравилось. Ему это просто, он кайфовал. И сейчас кайфует от этого. То есть там кто-то сейчас с ней, который очень удобный, а я вот такой был неудобный. И это признак того, что у меня мощный такой характер. Ну, на самом деле это хвастовство, которое присуще каждому ребенку. Я что с характером? Здесь вот человек, который хочет с тобой семью. Остановись, посмотри, может быть, это вот у нас дочка родилась. Я остановился и я поменялся. Видите, и поглаживает коленочки. Потому что я красавчик, я успел сделать ей ребенка, и она уже у меня в кармане, что называется, оказалась. И здесь я уже типа выбирал. Она была в стесненных обстоятельствах. У нас уже общий ребенок, хочешь не хочешь, придется на меня присмотреться получше. На 360 градусов просто развернулся. Ну, здесь, кстати, безграмотность ребенка он продемонстрировал. 360 градусов – это поворот вокруг, и тоже направление. Для того, чтобы сказать, что ты стал вести себя по-другому, то надо говорить 180 градусов. Это, ну, как ребенок, он, видимо, еще и учился в школе очень плохо. Я не говорю, что я был идеальный, но по сравнению с тем, какой я был, я прям был идеальный. Ну, конечно, он был идеальный. Да, ребенок любит хвастаться, ребят. Я был вообще другой. Я жил, старался, я завязал в узелок все, что у меня торчит, и остановился. А потом, когда я все это посмотрел, увидел, я вот ради этого, что ли, это делал? Нет. Ну, да, конечно. Ребенок, ну что, его перестали хвалить, его перестали считать попом земли. Ну, ради этого, что ли? Нет, я лучше пойду другую мамочку найду. И нашел же. Да, давайте следующий фрагмент и следующий признак инфантильного мальчика, который сегодня перед нами. Ах, вот, ребенок, каждый ребенок заслуживает безусловной любви, да, до определенного возраста. Я не помню, там, до пяти или до шести лет. Вот, кстати, сейчас очень тяжело мне с Марком его переводить немножко на обязательства, потому что он привык, что я его слишком уж ему много позволяла, да, а сейчас я понимаю, что растет уже вот такое, вот, понимаете. Поэтому сейчас приходится его там заставлять кровать застилать, еще какие-то дела делать по дому, на что он, конечно же, бунтует. Так вот, ребенок, он заслуживает, естественно, безусловной любви. Но давайте послушаем, как он считает, что он заслуживает. Так, давайте фрагмент. Я такой думаю, а как я до этого докатился, это же я раньше был такой. Ну, вот так это, и так потихоньку, по камушку, по кирпичику эта стена между нами выстроилась. Я не говорю, что я был идеальный, но по сравнению с тем, какой я был, я прям был идеальный. Ну да, мы это уже слышали, да, но вот он считает, что он был достойный, вот этой безусловной любви, а это вот стерва такая, да, не давала ему эту безусловную любовь. И, конечно, ему пришлось искать других мамочек. Ё-моё, а чё ты меня не любила, да? Я же ребенок, я же беспомощный, ты должна меня любить. Вот такой перед нами сегодня герой. Я просто умиляюсь вот этим детским выкаткам, и это все на серьезных щах, понимаете. Я просто, вау, да. Дальше, следующий фрагмент. Кроме того, что его должны любить, ему все все должны. Он должен приходить и все получать, потому что, ну, как бы он ребенок, он сам не может. Да. Давайте. Ну, то есть это очень тяжелая ситуация. Давай я так скажу, я готов ты вон видеть просто... И здесь, кстати, не только будет 10, но там и больше детских признаков, значит. А еще один признак ребенка, это у ребенка богатая фантазия. Фантазия, и он хорошо умеет, ну, вот артистично включаться в эту роль, отыгрывать. Потому что, ну, вот эти глазки, помните, как у этого кота в каком-то мультике, вот такие вот глаза у кота. Вот дети, они как раз умеют глазки раскрыть и попросить искренне, настолько вот, что ты не можешь ему отказать. И здесь перед нами, конечно же, тот ребенок, который умеет просить, умеет отыгрывать ту роль, которая ему вот в данный момент нужна. Жить, посвящать ей всю свою жизнь. И как только у меня будет такая возможность, я буду это делать. А пока... Только вот так. Не, вообще я просто балдею. Вот здесь вот, конечно, во мне взбунтовалась вообще женщина. Женщина, воспитывавшая четверых детей. И мой бывший точно так же, вот он типа, я, когда будет такая возможность, я такая, нормально вообще, да? Нормально, вот четверо детей каждый день хотят есть, каждый день у них изнашивается одежда, каждый сезон нужно покупать новую одежду, потому что они растут. Каждый день они учатся, им надо какие-то кружки, им надо еще что-то, какие-то развлечения, потому что они не могут сидеть дома целыми днями, они реально дети, да? И в них надо вкладываться каждый день по максимуму. Но он, я не могу сейчас, да? Я вот так вот. И пришлось целых шесть лет судиться для того, чтобы он осознал, ну не осознал, а я просто через суды понял, что платить алименты надо. Так вот и в данном случае сидит такой персонаж, да? Который, ну я сейчас не могу, я сам пока ребенок, я сам пока не вырос, да? А когда ты делал ребенка, ты думал о том, что ты все-таки несешь ответственность еще за одну жизнь? Вообще просто я балдею от таких папаш. Кстати, напишите вот, девчонки, как вы считаете. Кстати, вот мне интересно и со стороны мужчин вот эта позиция, вот кто тоже так считает. Может быть найдутся такие среди моих подписчиков, и вы там тоже свои какие-то аргументы приведете. Может быть я как-то слишком грубо сейчас отношусь к мужчинам, да, которые попали в какую-то трудную ситуацию. А как вы считаете вообще, мы женщины не попадаем в трудную ситуацию, когда мы воспитываем детей, причем общих детей, да? И нам, как вообще, мы же не можем просто это отложить, детям сказать, ребят, извините, вот этот год я вас не кормлю, и ходите где-нибудь там, я не знаю, как хотите, живите, да? Может я вас пока в детский дом сдам, а потом, когда я встану на ноги, тогда я смогу вас воспитывать. Вот примерно так и он сейчас сказал, я вообще просто в восторге вот от этой инфантильной позиции. Ну ладно, это я даже не стала вносить, то есть все ему должны, да, вот он как ребенок, все ему должны, все должны входить в его положение. Я же еще не вырос, да, все должны вот, ну что, у Ксении и так денег много, пусть она воспитывает, что ей тяжело, что ли? Но если вы развелись, есть же определенный график, по которому можно видеться с детьми. У тебя есть какой-то там, какие-то дни определенные или что-то? Там что-то было прописано, да, но я не хотел идти по этому пути, я до конца надеялся, что, ну, ну, два года уже прошло. Нормально, то есть какой-то график есть, но я даже не вникал, мне, в общем-то, это и не надо, я же, я же папа праздник, я же, я же, вот сейчас я не могу помогать, но я же праздник, я же должен прийти, и все должны мне аплодировать, да, то есть вот такая вот позиция, легкая, да, легкая. И даже прочитать как-то, подстроиться под этот график, да нет, ну что вы, я ребенок, это вы все должны подстраиваться под меня, это вы мне все должны. Ну, пора успокоиться, я тем более не проявлял активности, я прям дал время, взял паузу огромную, показать, что я не хочу не воевать, я не хочу не отвечать, я ничего не хочу делать, просто... Вот, я ничего не хочу делать, ребенок тоже ничего не хочет делать, там, где надо работать. Давайте мне Теону. А ты не боишься, что... Да, но давайте мне Теону, вот вы мне должны. Вот этот твой отъезд в Дубай и жизнь на два города совершенно уже тебя отдалит от дочери. Я ее и здесь не вижу. Не поверишь, я только об этом думаю, потому что сыну, как только у него каникулы... Видите, как он с печалькой это сказал, что он и здесь ее, бедный, не видит. Я буду звонить, он будет приезжать, это вообще не проблема. Но я переживаю за свою дочку, и я тоже хожу к психотерапевту, мы работаем в гипнозе. То есть, ну как, отец к дочке приехал, ну дайте хотя бы пять минут. И, кстати, вот насчет этого психотерапевта, да, к которому он ходит и работает в гипнозе. Вот этот психотерапевт интересный для ребенка, понимаете? Вот тот психотерапевт был плохой, потому что он сказал, что надо самому работать. А здесь он как раз как ребенку, как волшебник такой приехал в голубом вертолете и сказал, а давай я тебе покажу кино, и ты сам станешь таким, как ты хочешь. И он такой, о, вот это точно мне поможет. Потому что дети любят чудо, дети любят фокусы. И вот этот психотерапевт действительно ему подходит, потому что перед нами ребенок. С ней постоять. У нее стоит воспитательница и не отходит. Как-то все сложно. Вот ты говоришь, ну да, все сложно. Зачем это решать? Это сложно, не надо ничего решать. Что ты с ней не видишься, однако сама Ксения говорит, что ты можешь приезжать и забирать ее, в принципе, в любое время. Так где правда? А как мне состыковаться? Например, я хочу ее забрать в выходные. Няни нет. Как мне с дочкой созвониться? А позвонить самой Ксении? Это, наверное, не знаю. У меня нет таких мыслей. Но тебе трудно набрать этот номер? Я даже не хочу этого делать. Угу. Ну, я... Но ради дочки хочу. С отвращением отклоняется. Вы представляете? Что бы? Даже ради дочки не хочу. Не хочу говорить. Я выбрал ждать. Зашибись. Вот это занавес. То есть ему трудно набрать телефон Ксении для того, чтобы договориться, увидеться с дочерью. И ему проще ждать. Понимаете, девочки? Ждать. Вот, вот. Ну, а что? А что, Ксения? Когда-нибудь ее терпение лопнет, и она позволит таки. Она сама привезет, сама все организует. Еще и денег даст на расходы, чтобы он не тратился лишний раз. Потому что он у нас ребенок. Долго придется ждать? Я думаю, нет. Теоне 7. Я думаю, еще годик-два. Я мечтаю, когда наставим время, когда я смогу забирать ее, и мы вместе полетим отдыхать. Ну, это просто браво. Это браво. Браво вообще в кубе, в квадрате, в абсолюте. Это наглость вселенская под соусом такого милого ребенка. Понимаете? И вот я почему, в общем-то, и стала это разбирать. Потому что, девчонки, вот вы наверняка сталкивались вот с такими недомущинами. Да какой там недомущина? Это мальчик. Это мальчик по жизни, с которым вообще ничего нельзя планировать. Да, безусловно, там у них с совместимостью все плохо. Да, изначально эта пара была не пара. Но, понимаете, вот вести себя по-мужски никто не отменял. И перед нами вообще вот этот мальчик, который сейчас нам демонстрирует все, что может продемонстрировать инфантильный мальчик. Да, ну давайте дальше пробежимся. То есть вот его инфантильные признаки я показала. Но еще немножечко по поводу некоторых вопросов раскрыть те, что он там умолчал, уклончиво ответил. Поставить точки над ЙО, что называется. Давайте следующий фрагмент. Скажи, а материально ты помогаешь дочери? Ну, давай так. У меня один выход с ней погулять, когда, если вдруг они случаются, это там 50-100 тысяч. Ориентировочно. Вот так материально и помогаю. Я знаю, что она не нуждается в еде, в хлебе, в вещах. Если вдруг будет такая нужда, то я готов миллиард процентов все это делать. Ну-ну. Знаете, вот такие папашки. Да, он мальчик, это понятно. Но смотрите, как он хитро и подло поступает в отношении Ксении. И я думаю, что вы наверняка тоже сталкивались с таким поведением. Смотрите, он берет ребенка, балует, тратит 50-100 тысяч на ее развлечение. То есть он создает иллюзию, что папа праздник. Когда папа с тобой, тогда тебе весело, комфортно, ты можешь просить все, что угодно. А потом она возвращается к маме. А там, ну, как ребенку, конечно, мама хочет, чтобы ребенок воспитывался. Она там заставляет ее учиться, заставляет ее, ну, тоже кровать может застилать. Я не знаю, ну, какие-то бытовые вещи делать. Потому что действительно ребенка надо воспитывать и в строгости тоже. И получается, что все трудности, которые ложатся, репетиторы, быт весь, еда, одежда, вот это все на материнских плечах. А папа приходит в праздник, он сразу создает вот этот фейерверк. И естественно, ребенок ожидает прихода папы. Естественно, ребенок больше папу любит. И он таким образом, на самом деле, делает очень страшную вещь. И, ну, вот я бы вот после вот таких слов на месте Ксении вообще бы ограничила их. Ну, я не знаю, нет, наверное, нельзя ограничивать. Но вот надо требовать с него алименты. Пусть он помогает реально, а не вот так вот. Вот это не помощь. Это он расшатывает отношения матери и дочери. Да, вот получается, что она возвращается в этот свой быт. И там все плохо, там все уныло, там все привычно. А на самом деле мама из кожи вон лезет для того, чтобы обеспечить ей этот быт. Для того, чтобы все было хорошо у ее ребенка. А вот приходит папа праздник, и все становится так весело, так сказочно и хорошо. Это чудовищно, это страшно, когда вот так вот он поступает. Он очень подло и в отношении ребенка, и в отношении Ксении в первую очередь. Он просто мстит на самом деле Ксении. Вот и все. Да, за то, что она дальше его терпеть не захотела, этого мальчика. Ну, по-детски, но мерзко, мерзко. Да, и по поводу его бизнеса. По поводу его бизнеса у меня был, когда первый разбор его, я там даже поднимала статистику его компании. Я ссылочку под этим видео сделаю на этот разбор. Мы там выяснили, что никакая там не крутая компания, там очень все плохо, там убытки в этой компании и так далее. Но, тем не менее. Ну, и обратите внимание, как он говорит о своем бизнесе, вот язык тела. Язык тела, он много чего нам рассказывает. Вот потом можете пересмотреть тот разбор, где мы выяснили, что там у него за компания. Ну, давайте сейчас посмотрим, как он о ней говорит. И тут, в общем-то, и без того, чтобы поднимать статистику, все видно. А на чем ты зарабатываешь? Это очень интересная тема, я вхожу в... Видите, сначала, это очень интересная тема. Вот эта вставочка, это концептуальная избыточность. Когда человеку нечего сказать, он просто продлевает возможность подумать вот такими вот фразочками. Да, вот хороший вопрос, да, там, ну, я не знаю, какие-то, честно говоря, вот такие вот вставочки, они как раз позволяют человеку придумать нормальный, адекватный ответ, либо подстроиться, подыграть вот под эту ситуацию, да, чтобы никто не заподозрил ничего неладного. Вопрос очень неудобный для него, и, ну, по наличию концептуальной избыточности это видно уже сразу. Идем дальше. В совет директоров строительной компании у нас с отцом и братьями семейный бизнес. Мы строим по всей России дома. То есть я, получается, застройщик российский. Плюс я... А что за компания? СТС, современные технологии строительства. Смотрите, придерживает подбородочек. А это признак того, что не скажи лишнего. Ну, то есть занервничал. И название компании выдавил скороговоркой. То есть вот там все очень-очень сложно. И это мы, вот, я прям залезла вот в эту систему, да, и вынула оттуда все данные. Ниже ссылочку помещу обязательно. Здесь куча риелторов. А теперь он про свой новый бизнес в Дубае. И здесь, конечно же, Атас. Давайте смотреть. Сейчас граждане, как сказать, пальцем в небо тыкают. Могут попасть в разного. А тут есть я. Человек с репутацией. Человек с лицом, которым боится его потерять. И эти люди будут охотнее общаться со мной. Так и получилось в итоге. Боже мой, ребят, ну это, 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 это просто браво. Браво, я не знаю, что, ну, делайте вывод сами. Человек, у которого на самом деле не было никогда никакого бизнеса, который там мог его обеспечивать, который сидел на шее у Ксении Бородиной, пока она его терпела. Потом она его пнула, он нашел себе какую-то еще девочку, которая просто его не парит. Вот послушайте, как он о ней говорит, и я не стала уже этот момент разбирать, потому что бог с ними, пусть они там играются в свои игрушки, в песочнице, да, но пока она не парит, она ему удобна. Как только она начнет парить, сразу они разбегутся. Но ладно, сейчас, сейчас она идеал женщины, это, это бог с ним. Но вот его, вот эта вот позиция, да, что типа я человек с лицом. С каким лицом, ребята, с каким лицом у меня, кроме, значит, минусов в отношении этого лица, я ни одного плюса не вижу. Может, вы мне подскажете. Вот вы заработаете там какие-то деньги, вы понесете вот этому лицу деньги для того, чтобы он помог вам решить вопрос с недвижимостью, там, в Дубае. Я точно нет. Не знаю, как вы, кстати, если вы с чем-то, ну, может, я как-то предвзято слишком к нему отнеслась, напишите мне. Ну, вот кто готов ему отнести свои деньги, напишите мне тоже в комментариях. Мне это интересно, вот таких людей. Найду ли я вообще таких людей у себя в комментариях. Да, по поводу разборов, вот у меня буквально недавно был вот этот разбор по Ксении Бородиной, я ее там тоже выводила на чистую воду, и там я посмотрела их совместимость. Они действительно несовместимы. Ну, мы там увидели, ну, там много было моментов. Вот если бы, как бы, они были настроены на то, чтобы сохранить брак, вот эти вот моменты, которые были минусовые в их отношениях, их можно было бы прорабатывать. Но, опять-таки, для этого надо было работать. Ну, как вы понимаете, в паре был мальчик и мама, да, которой пришлось просто стать мамой. Может, она и хотела иметь другую роль, но ей пришлось быть мамой вот для всех детей, да. У нее, получается, две дочери, и вот сын у нее был. Ну, сыну, слава богу, дала пинка. Ну, может, хоть сейчас найдет нормального мужика. Но, что касается вот разборов, посмотрите обязательно, там интересно. И вот по поводу его, так называемых, бизнесов, я тоже ссылочку помещу, там тоже, ну, прям документы выставлены, что он за бизнесмен и какую прибыль он огребает. Да, прям прибыль там сверхприбыль, должна вам отметить. Да, ну, в общем, на этом я буду закругляться. Спасибо вам за внимание. Девчонки, кто сталкивался с такими мальчиками, напишите мне в комментарии, мне очень интересно, много ли таких девчонок. Мне кажется, это сейчас такой бич прям среди мужчин, вот такое поведение, потому что, ну, к сожалению, многих воспитывают мамы, да, балуют, и вот такое вырастает. Ну, здесь очень странно, вроде как из полной семьи, но вот такое выросло. Тут, знаете, сложно сказать, что его, ну, как бы, тут он работать с психологом, там, с гипнотизером только он будет, он работает, да, вот пусть работает. Да, ну, забавно, я послушала, повеселилась, не знаю, как вы, напишите обратную связь, как вам вообще разбор вообще сегодня. Не слишком ли меня заносило, но я просто сидела и офигевала, скажу вам честно, когда смотрела и слушала. Там каждую фразу его можно разбирать, и там еще можно набрать кучу признаков, но я уж не стала вас сильно томить, и ограничилась вот этими 12 признаками. Да, все, в общем, пишите комментарии под этим видео, не забывайте поставить лайк или дизлайк этому видео, как вы считаете нужным, а я с вами на сегодня прощаюсь, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok